Тревожная кнопка нажата в студии. Марина Мороз, здравствуйте. 1 апреля рекомендовано никому не верить. Все герои сегодняшнего выпуска, после того, как были задержаны, конечно, примерно так и говорили милиционерам. Не верьте глазам своим. И мы с вами тоже не поверили бы, как же возможно то, что они совершили. Но видео с камер наблюдения – лучший свидетель человеческой глупости и безрассудства. В этом выпуске мы собрали самые забавные факты криминальных происшествий. Один из продуктовых магазинов Борисова. Камера фиксирует выход, откуда неожиданно выбегает мужчина. А в руках – яйца. Спешит приготовить омлет? Нет. Хотел спасти будущих цыплят? Тоже мимо. Мужчина просто. Открыто похитил два десятка яиц. При проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность данного мужчины. Им оказался 34-летний житель города Бориса. Однако продавец заметила воришку на выходе и бросилась его догонять. Расхититель яиц, правда, оказался проворнее и успел скрыться. От женщины, но не от милиционеров. В тот же день вора задержали. Куриные улики оказались при нем. Причина такого дерзкого поступка – алкоголь. Возбуждено уголовное дело. Любителю яиц грозит до 4 лет лишения свободы. В следующем эпизоде попались уже двое, на первый взгляд, любителей чистого и гладкого тела. Они похитили бритвенные принадлежности более чем на 380 рублей. Для чего и кому понадобилось столько бритв? Нигде не работающие 32- и 33-летние жители столицы. Находясь в магазине, брали со стеллажей товары для бритья и прятали в рюкзак. После чего вынесли из торгового объекта. И не в гигиенических целях, а для перепродажи. Все вырученные деньги потратили на личные нужды. Кстати, один из задержанных ранее уже был судим. А герой этого эпизода должен был спасти целый поезд от страшной катастрофы. Дежурную службу им чаще, чем помочь. Дежурную, послушайте. Короче, на трассе будет беда. Там много будет жертв. Но вы можете избежать. Остарайтесь поезд. Поезд, который идет на глубокое. Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение об опасности. Тем более, когда речь идет о такой беде. Оперативники установили, что оппонентский номер, с которого поступил звонок спасателям, предлежит жительнице Молодечно. Оформила на свое имя сим-карту и передала ее в пользование мужчине. Шестое чувство, предвещавшее беду для целого поезда, не предупредило хозяина о надвигающейся ответственности за ложные сведения. Поэтому дальнейший диалог состоялся уже в РУВД. С какой целью вы позвонили сегодня, кроме ЧАЭС? Я думаю, что будет беда. А откуда у вас информация появилась, что будет беда? Это внутри. Вы сегодня употребляли алкоголь? Нет, это везет. Фигурантом инцидента оказался 43-летний гражданин без постоянного места жительства уроженец в Грузии. Называя себя пожарным, мужчина пояснил, что в момент звонка им двигала интуиция. Внутреннюю информацию обеспокоенного гражданина проверили. Неминуемая беда не подтвердилась. Зато подтвердились прошлые мужчины. Ранее он уже был судим за неуплату алиментов и уклонение от отбытия наказания. А также привлекался к административной ответственности за мелкие хищения, хулиганство и распитие алкоголя в общественных местах. Одному из магазинов в Полоцком районе обиженный покупатель решил отомстить. Почему? 18-летний житель Полоцкого района расстроился после отказа продавца продать ему пиво и чипсов из-за закрытия магазина. Находясь под воздействием спиртного, у молодого человека созрел план, как получить желаемое. Он договорился с приятелем. Как только стемнеют, они ограбят несговорчивый магазин. Потому что клиент всегда должен быть прав. Он разбил стекло и пытался вытащить товар через окно, но не смог. Проник в магазин через другое окно, вскрыл кассу, забрал деньги и товар. Позже украденное спрятали в старой кочегарке, находившейся неподалеку. Также фигуранты прихватили ящик с монетами, которые вскрыли уже дома. Там же поделили его содержимое, как и остальное похищенное имущество. Примечательно, что магазинный мститель даже не пытался скрыть лицо во время преступления и попал в объективы всех камер. Возбуждено уголовное дело. Человек на ваших экранах старательно складывает в корзину коробки конфет. Готовился к 8 марта? Нет. Из корзины сладости переместились в рюкзак и магазин покинули без оплаты. Далее все похищенное минчанин продал на рынке. Но вся соль этого сладкого дела заключалась в другом. Мужчина планировал украсть конфеты на сумму, не превышающую 10 базовых величин. То есть уложиться в 290 рублей, чтобы в случае задержания отделаться административным наказанием за мелкое хищение. Однако... Мужчина ошибся в расчетах. И сумма причиненного ущерба составила более 380 белорусских рублей. 33-летний безработный и ранее судимый минчанин теперь будет высчитывать срок лишения свободы. Уголовное дело все-таки возбуждено. И это все на сегодня. Пусть подобное никогда не случается с вами. А уже завтра, 2 апреля в 16.20, еженедельный итоговый выпуск «Тревожные кнопки». Все о самых ярких криминальных событиях и происшествиях в Беларуси. Только в эфире ОНТ. Оставайтесь зрителями, а не участниками нашей программы. Будьте бдительны и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok